Русская православная церковь Да, конечно, его судьбе, его вообще личности Мы долго не встречались, по всяким причинам, но вот сейчас встретились и произошло такие значимые события в нашей научной исторической среде, что мы не можем не коснуться этих событий и как-то попробуем привязать даже к нашей теме Во-первых, произошло трагическое событие, о котором невозможно не сказать, совершенно скороспостижно, непонятно как, ну понятно почему Тромб оторвался, умер наш замечательный историк Еще совершенно в молодом возрасте, вот мы с ним одногодки Просто потрясающий трагический случай Это Александр Владимирович Пыжиков Конечно, те, кто знает и следит за вот этими лекциями, за литературой исторической Они, может быть, подметили, что я во многом пользуюсь, конечно, его материалом, который он дает Ну, конечно, не только его, но очень много, конечно, Александр Владимирович давал Это очень жалко, это прям, ну, невыносимая потеря, честно говоря Он прям каждый год выдавал по книге, очень интересной Вот я принес то, что у меня есть Это его базовая работа «Грани русского раскола» Это вот все, что посвящено расколу и особенно последствиям раскола То, что происходило после в экономической, политической жизни страны вплоть до революции Значит, «Славянский разлом» Прекрасная такая книга, легко читается Она говорит о тех вещах, о которых я тоже говорил О том, какие антагонизмы преследовали вот Северную Русь И Русь польско-литовскую, и в том числе и Украину Преследовали эти антагонизмы издревле Не то, что вот как-то они появились недавно, там, сто лет назад Ну, книга очень много открывает И вот еще интересная совершенно вышла недавно у него Очень интересная книга Александр Владимирович был такого широкого диапазона историк И вплоть от древнейших времен, и до революции, и до советского периода Он писал прекрасные и читал прекрасные лекции И в том числе он открыл нам Стасова Понимаете, и был такой, все знают, что был такой критик Владимир Стасов А практически, оказывается, никто не знает, кто он такой был На самом деле это человек как бы в себе сконцентрировал, определял Много воды утекло времени Да, понимаете, в конце 19 века он определял, концентрировал в себе Такое... на нем сходились вот наши интеллектуалы, понимаете В том числе и люди культуры, науки Вокруг этого вот библиотекаря практически Владимира Стасова Это был настолько огромный интеллект, понимаете Что на нем вот многие вот так вот собирались И через него проходили Кстати, еще не все, это как бы вот и труд такой А есть еще статьи разные его Да, наши великие композиторы Бородин, Римский Корсаков, там художники, там Репин, там Суриков, ну и так далее Вот это... он во многом определял такую вот художественно-литературно-публицистическую жизнь России, понимаете И культурную жизнь России На Стасове очень много сходилось Это был человек блестящего таланта, блестящего интеллекта Вот Пыжиков его нам как бы открыл Открыл многие его стороны Вот книга, посвященная Стасову практически Происхождение русских былин Ну, кому будет понятно и интересно, что такое Как Стасов связано с былинами Ну, рекомендую Вот такая произошла утрата И вы знаете, буквально недели полторы назад За день до смерти Они записали там Они записали Великолепный ролик исторический В котором, я считаю, было произведено историческое открытие Прямо сенсация историческая Которая, к сожалению, ограничилась всего одной беседой Если наши историки такого вот плана Разовьют эту идею, этот смысл этой идеи То это будет сенсация историческая Эта передача, беседа была посвящена Романовской семье Романовской семье Происхождению фамилии Романов Да, да И родству Главная схема Там главная мысль Это преемственность от Рюриковича И родство с древними боярскими родами И особенности Именно вот этот Морозовский род Который тоже Там и Морозовы, и все кто угодно И вот именно Романовы Двусоставные, двуглавые Романовы Семейства И Романовы Яковлевы И Романовы, которые Романовы Романовы Значит, ну, пересказывать эту беседу, конечно, не будет интересно Каждый возьмет и посмотрит Беседа так и называется сейчас в Ютубе Она под заголовком «Памяти Пыжикова» Вот она стоит там в Ютубе И все можете посмотреть Но, как бы нам увязать с нашей темой В принципе, немножко можно Почему? Потому что Не буду ходить вокруг да около Пыжиков и вот этот исследователь Раздословных русских фамилий Игорь Яковлев Вот они вдвоем проводили эту беседу Они буквально документально Доказали, что Анастасия Романова От которой ведет свою легитимность Свою легитимность ведут Романовы Она им не являлась близкой сестрой Да, вообще, по сути дела Она была седьмая вода на киселе Троюродная сестра Я вычислил потом Причем троюродная сестра Выйдет еще и по женской линии То есть не будет прямого родства Романовского Когда-то, конечно, это была единая семья Но она давным-давно Еще, наверное, до Ивана Грозного Разделилась на два рода Можно я скажу даже по именам Получается, что это Они всегда обозначались как Романовы, Захарин и Юрьевы От Захария произошли Яков и Юрий Вот в этом отношении они разделились Пошел род Яковлевых И пошел род Юрьевых Вот у Юрия был сын Роман Которого они взяли за себе за фамилию Вот Роман Юрьевич И от Романа Юрьевича Якобы была дочь его Анастасия и сын Никита Как все помнят Вот якобы Анастасия и Никита Были родными брат и сестра А на самом деле Пыжиков и Яковлев С документами, прям из архива Дело в том, что документы Документы каковы Документы заключают в себе Свадебные уложения В чё тогда было Дело в том, что мы помним с вами Вот это лестовичное право Оно вроде бы и кануло в лето И вот уже вроде Иван Третий был И уже вот Романовы Но Проблема заключалась в том Что вот это мерение хвостами Чем хвост длиннее Чья родословная Круче продолжалась И на свадьбах Прописывалось Кто где будет сидеть Согласно его родства Представляете Писали свадебные книги Чины Чины, да И там писалось Что вот Вася сидит тут Федя сидит тут А Миша сидит тут Почему? Потому что вот он Романович А этот Петрович А этот Сидорович То есть С прописанием их родителей Я думаю Это имеет большой смысл Корни вот В самом Евангелии Там написано Яков родит И все И кто кого родил И вот это в сознании Человекческом укрепилось Что это важно Раз у Христа важная Такая родословная То и здесь должно быть И вот они рассаживали За столами Гостей Согласно их Вот этому дворянскому весу Титулам Чем человеку? Боярскому 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 Да Ну в то время уже и дворян Было полно Иван Грозный Это уже Да И поэтому получалось Что сидел главнее Потом меньше 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 И до самых там Простых людей Поэтому рассаживание На свадьбах Это было Кровно принципиально Если посадили Не так Это была страшная обида Поэтому это Очень важные документы Там какие-то Очень серьезные Документы Да То есть расписки Там туда Все А это затравило Если тебя сажали Не на твое место Это уже было Колоссальнейшим унижением А еще и с политическим Подтекстом Ну да Как Вот я и сказал бы Сейчас тюремным жаргоном Но некрасивые Нехорошие слова Не буду говорить О том Чьего Какого места Место И вот так потихонечку Тебя притесняют Притесняют И потом выгонят Просто-напросто И поэтому Они все за эти места Помните Как мы с вами Изучали Вот ту главную подставу Которую устроили Ивану Грозному Бояре С этим ужасным Литовским походом Когда они не могли Разобраться Кто будет Из них руководить И все И пушки И все попало В руки Из-за этой Боярской грязни Все попало И получается Целое предательство Прямо реальное Вот И здесь тоже И поэтому Эти свадебные книги И являются важным документом Так вот В этих свадебных книгах Примечательнейший факт Везде пишется просто Анастасия Просто Настенька А потом Уже через какое-то время Другими чернилами И другой рукой Так как впихнуть туда Уже было нельзя Потому что там Уже не было места Сверху Написано Над ней Не над кем А именно Над нею Сверху Написано Для тупых Для пояснения Написано Романовна Чтобы было понятно Что отец ее Романов И все И это было Главным Как бы доводом Таким вот В этих документах Ну да Очень серьезное доказательство Потому что Оказывается Со стороны невесты Присутствовали не Романовы А Яковлевы Яковлевы, да И еще теща Вот теща Самое главное А теща Почему-то В этом Предполагаемая Теща Романова Ульянова Как бы ее мать Которую нам Навязывали Романовы Она находилась Не за столом За свадебным Где находились Самые важные чины И бояре И боярские Жены А находилась В спальне Командовала Командовала Подружками Подружками Командовала То есть Это себе Даже представить Невозможно Вот представьте себе Что Вот свадьба А жених Например В это время На Канарах Человек Занималась Хозяйственными делами В этот момент Да Поэтому можно считать Несомненно доказанным Что это Яковлевский род И никакого К Юрьевым Не имеет Никакого отношения Конечно сейчас Анастасия Петровна Яковлева Да Яковлева Романова По дедушке По прадедушке Не Романова Захарина Захарина Ну да Правильно Захарина Яковлева Захарина Да И получается По прадедушке Там может быть Еще что-то было Какая-то Троюродная сестра По дедушке По прадедушке Значит Вот А сейчас Конечно же С точки зрения Да С точки зрения Нынешнего времени Это не имеет Как бы особого Такого Значения Потому что Вранья в истории Очень много Но Но В те времена И даже Вот Во времена Как бы Легитимизации Новой Монаршей ветви Правящей ветви Это имело Просто Колоссальнейшее Значение То есть Для Легитимизации Романовской Власти Которая тоже Была Седьмая вода На киселе Крюриковичем Это событие Просто Из ряда Вон Выходящее Это говорит о том Что Что Романовы Никакого Права На престол Не имели Близко Да Это Именно С точки зрения Феодального Средневекового Права Права Крови Права Божественного Права Они не имели Никакого Отношения Ну конечно Они провели Земский Собор Специально Для того Чтобы Легитимизировать Власть Выборы Провести И так далее И тому подобное Но Кстати Потом За это Ухватились Политики Которые Сейчас Выборы Проводят Оказалось Что Можно Легитимизировать Власть Не только С божественной Помощью Но и С помощью Толпы Которая Вообще Не знает Кого Убирает Что она Делает Но Что-то Она там Выбирает И Поэтому Вот так Оказалось Что С этой Точки Зрения Никакого Родства С предыдущей Династией Никакого Родства С Очень удаленный Очень То есть Гораздо Было Больше Претендентов Более Близких Чем Вот Анастасия Чем Вот это Получилось Да И Вот эти Вот Два Человека Яковлев И Пыжиков Профессор Они Вот это Все Раскопали Рассмотрели Не только Конечно Свадьбу Они Рассмотрели Очень много Событий И в том числе Приближенность К царю Этих Всех Яковлев Их Романов И Получается Так Что Яковлев Были Ближайшие Самые Высшие Воеводы Вот Настоящий Брат Анастасии Иван Петрович Херон Его Кликуха Была А это Означало Конь То есть Они Вели Свою Рот От Андрея Кобыла Помните Так У них Осталось Это В роду Они Потасили За собой Родовой Знак Коня И Его Звали И Он Действительно Настоящий Воевода И В том Числе Он Дворцов Воевода Это Знаете Это Как Министр Обороны Представитель Генштаба Во время Войны Одним фронтом Командует Рокоссовский Другим Конев А над Ними Стоит Представитель Генштаба Смотрящий Понимаете Вот Вот Дворцов Воевода И Был И Иван Петрович Херон И Его След Теряется В 1572 Году После Битвы При Молодях Есть Предположение Что Он Сложил Голову Понимаете И Не То Что Михаил Воротынский И Хворостин Вот Эти Знаменитые Воеводы Команды Они И Были Рокоссовским И Конев Понимаете Хворостин И Воротынский А над ними стоял Жуков Вот этот Иван Петрович Херон Вот Такого Плана Масштаба События Проскальзывает Хотя Романовы Потом Обрызгали Грязью И Вогнали Яковлев Полностью И В том числе Можно Скажу И в том числе Придумали Что Иван Петрович Херон Его Типа Забили Палками Во время Опричнина Ну Как Шурина Но Это Специально Для того Что Геройства Не Ну Это Проверять Я Просто Говорю Сейчас К сожалению Александр Владимирович Исключен Божьим Промыслом Из Этого Расследования А Вот Яковлев Будет Продолжать Он Потомок Этих Яковлев Почему И начал Ковырять Ему Было Интересно Но Он Выложил Такие Подробные Доказательства И факты Что Он Конечно Не Такой Яркий Расскажчик Как Крыжиков Но Все-таки Преподавательской деятельности Нет Но Интересно Посмотрите Эту беседу Я К чему Хотел Это все Сказать Дело В том Что Понимаете Как я уже Сказал С точки зрения Нынешней Власти Это Незначительный Момент Поскольку Уже Ничего Изменить Невозможно Но Зато Этот Аргумент Можно Использовать В беседах С разными Деятелями Современности Которые Идеологические Конституции Пытаются Новую идею Создавать Вот на этой Старой Подгнившей Базе Которая Провалилась И рассыпалась В прах И вдобавок Еще Ну Как Сказать Вы должны Понимать Что мы В своих Оценках Которые Нам Навязала Российская История И в основном Навязала Романовское Семейство Мы в этих Оценках Часто Обманываемся Вот например Нам часто Приводят Князя Владимира Как будто Там его Промыслом Божьим Он Крестил Русь Там и так далее И тому подобное А когда Начинаем Исторически Разбирать Оказывается Что Ему с большим Трудом Далось Это все Отказ От всех Этих Жен Поездка В Корсу На крещение Да еще Крестился От еретиков Скорее всего От Ириан У нас там Выдается Все Что это Прям Было Ну просто Ангельски Чисто Все Византийский Ангельский Чисто Да На самом деле Оказывается Совсем Не так Потом Оказывается Что только В самый Там Как император Константин Чуть ли не Уже Там От страха Смерти Он уже Крестился Там Ослеп Там И прозрел И потом И прочее И прочее В общем Это Темная История Или нам Например Вот Братьев Моравов Нам Выдвигают Как Кирилл и Мефодия Как Ну вот Не знаю Просветителей Славян Высочайшей Степени Там Просветителей Славян Но они По сути дела Являются Униатской Попыткой Просвещения Христианства На Руси Поскольку С Папой Римским Они общались Больше Чем с Восточными Патриархами Об этом Почему-то Никто Ничего особо Не разговаривает Но они По сути Ездили К Римскому Папе И главное Что они Знали Латынь Это было Самое важное В то время Но Об этом Не говорят О Великих Славян Просветителей А почему Они так Небережно Отнеслись К славянской Письменности Ведь Была Славянская Письменность Было уже Давным-давно И Это было Отнюдь не Самое Нет мы все Дураки Язычники Нам вот Пожалуйста Переработали На его Ряд до Греческой Азбуки И вот До свидания Поэтому Какие-то Оценки В истории У нас Очень Сомнительны Мы Ну как Сказать Идеологизировано На все Смотрим Поверьте На самом Деле Все Вот Когда Вы Что-то Слышите Пафосное И вот В страданиях Своих Он был Услышан И начинается Сразу Перекреститесь И поверьте Все это Мура-мурой Будет Обычная Бутовуха Вот как Мы с вами Живем Тот пошел Налево Тот пошел Направо Тому было Хорошо Тому было Плохо Тому Римский Папа Послал Все будет Очень Примитивно И прозаично Никакой Патетики Особой Не будет Будет Все очень Очень Просто Вот как Здесь Тещу В спальню Подушками Управлять Будет Очень Прозаично Не будет Никакой Высокой Патетики И очень Эмоциональных Каких-то Великих Всплесков Поэтому Мы должны С вами Понимать Что Этот Факт Открытие Доказательства Яркого Доказательства О том Что Это Не Романовы Юрьевы А Романовы Романовы А Яковлевы Романы Другая ветвь Совершенно Она Очень Сильный Аргумент В легитимности Вообще Романовской Власти И Это Позволяет Трезвый Куда Постоянно Нам Почему-то Все время Тычут Помазанники Божьи Помазанники Божьи Было Много Божьих Помазанников Которые Делали Такие Гадости Что Если Вы Помазанники Божьи Делали Такие Вещи Что Тушите Свет И У нас Там Было Всего Сколько Императоров Было Десять Человек А За Историю Византии Их Была Тьма Тьма Общая И Они Делали Страшные Вещи Поэтому Это Уже Другая И Все Были Помазанниками Причем Некоторых По Пару Раз Мазали И Ничего Им Не Помогало Вот Поэтому Это Аргумент Это Очень Серьезнейший Аргумент Я считаю Это Очень Важное Открытие Я думаю Что Со временем Даже В эти Годы Это Наверное Самое Большое Открытие Историческое Подтвержденное Реальными Документами Да Потому Что Это Все равно Что Не знаю Трою Откопать То есть Это Реально Действительно Очень Серьезные Документы Которые Подтверждают Вот Такая Была Подстава Вот Нелегитимная Подстава Обман Такой Ну Что Сделаешь Это Было Уже Было Но Для Бесед И Главное Для Бесед С Идеологами Новыми Идеологами Пытающими Построить Новое Царство Новый Иерусалимский Храм На этом Основании Это Очень Серьезные Потому Что Когда С ними Начинаешь Беседовать У них Первое Что Они Все Ненавидят СССР Советскую Власть Глаза Не умеют Реально Относиться К истории То есть Они Не могут Разделить Зерна От плевел Темные Стороны От светлых Сторон Либо Черное Все Либо Белое Все Первое Что Они Говорят Это Власть Советская Она Нелегитимна Она Пришла Вот Ну Ребята Какая Ваша Власть Легитимная Романовская Тоже На ней Сидите Она Тоже Нелегитимна Тоже Самозанцы Так Женя С точки Зрения Древних Славян Рюрики Пришедшие Сюда Управлять Они Тоже Были Нелегитим И Время Сделал Это Все Подтверждается Временем Политикой Поддержкой И так далее Да Поддержкой Народа Я бы сказал А Романовы На поддержку Народа Не опирались Они Опирались На Поддержку Польско Литовской Знати Абсолютно Верно Понимаете В чем дело С расколом Мы увидели С вами Что Опирались Они На кровь На убийство На жесточайшее Подавление Собственного Народа Казни И прочее Бессмысленные И нам говорят Что в нашей истории Не было ни церковных Воин Да У нас не было Раскол Ни инквизиции Ничего не было Неправда Все было Что так Вы должны Просто Понимаете Европа большая У нее Много стран А у нас Не было Такой письменности У нас Не было Такого количества Населения Поэтому Если в Европе Была Инквизиция То у нас Была Мини Нано Чубайсковская Инквизиция Уровня Чубайса Если В Европе Было Там Крестовые Походы Серьезные Большие То у нас Не было Такой формы У нас Было Это Более Скрыто Более Такой Нежной Такой Форме Нежной Такой Аккуратненько Но все равно До горлышка Оно Добиралось Душило И живло В срубах Прекрасно Конечно И если сравнить Вот нам все говорят Этот Иван Грожный Там Такой убийца Садюга Ну Да Начинаешь разбираться Это чисто Западная пропаганда 3000 человек Я как вам сейчас Говорил Про Мефодия Кирилла Про У нас просто Представление Да Оказывается Откакивают 3000 человек Синодиках Поменяются Ну Если Дворовых Так далее Ну 10-12 Тысяч Человек Может быть Берется За все время Может быть Да А посмотрите Сколько Романова Удушили С помощью этого Раскова С помощью Они же в десятки Раз Больше людей погубили Много раз Как я всегда Привожу Проявное златоуство Написано Был извержен И никто не пишет Что был приговорен К смертной казни И всего лишен Был извержен Просто А Потому что Даже думаю Как так могли Свои же братья К такому Присудить А или Например Второй пример Вот сейчас сказали Вот тоже пишут Там Например Никто не указывает Нигде Что когда Апричнина Выполнила Свою роль И он добился Вот появления Вот этого Дворянского Нового сослоя Суть Дело заключалось В том Что царю Нужны были Люди Служилые Которые бы Не имели Никакого отношения К прогнившему Боярству Вечно в заговорах И вечно Знавших друг друга И то Какого цвета Трусы носил А ему нужны были люди Со стороны Которые бы служили Ему верой и правдой За землю Которую он им давал Он создал Он еще правил Безопричнина 12 лет Он выздоровел То есть он Сумасшедший выздоровел У него Прошла шизофрения Он отменил Опричнину И еще правил Не год Не два 12 лет Вы помните Андропова Горбачева Походу вообще правил 12 лет Управлял страной Это величайший Потому что Да Потому что он выполнил Свои задачи Которые он на них Вот в этом разобраться надо Зачем он это сделал Для чего Понятно стало Для чего Ему нужно было Новое сословие Создать новое сословие Дворянское Он его создал И когда оно уже Ну укоренилось Он отменил это все И прекратил эту всю историю А когда ему нужно было Ну здесь Огнет Только лишь Только охаять Только охаять Ну мы конечно Не историки Мы вольные Беседующие Но мы можем Маленько рассудить Мы можем послушать Что умные люди Скажут Мы можем рассудить Сейчас Во что это может Вылиться Даже на исторической Тематике В чем будет продолжение Посмотрите Во первых Сам вот этот вот Собор 1613 года Вот его картина Представляет Сразу совершенно Другая Понимаете Династия Которая приходит Совершенно понимая Что она никакого Отношения не имеет Понимаете Что у них Совершенно маленькие Шансы Но там Рвется этот Филарет Филарет взял Все под свою Лапу У него там Свои люди У него там И хоть он Находится в плену Польском Он руководит И с помощью Украинских Казаков Он этот Собор Практически Продавливает С помощью Казаков Украинских Не с помощью Русского народа Русский народ Только потом Уже на окраинах Подписывает Что были выборы Кто громче кричал Да Русский народ Уже вынужден Был подписать Потому что Ну не газет Извините Не интернет Кто что знает Вот им сказали Вот там какой-то Миша Романов Маленький Молодой царь Давайте ему подчиним Ну давайте подчинимся Миша Романов Пока еще не вырос Пока еще не вырос И этот Миша Романов Он не имел Династический Вот это Право Династическая Легитимность И получается Теперь понятно Почему он так Заметался Под конец Своей жизни И начал подтягивать Даже Датского принца Хотел Посадить на трон Не просто Женить На своей Это самое Дочерь А на трон Посадить Чтобы Вот Хотя бы Через дочь Вот это Легитимизировать Через Западные династии Свою власть Понимаете И получается Вот это История С принцем Вальдемаром Который Описал Лажечников Еще В романе Бусурман Она совершенно Становится Понятно Он нервничал Как этот Михаил Нервничал Он боялся Потерять Для своей Династии И потом И потом Дальше 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 Управили Мне Что Алексея Михайловича Тоже Избирали Земским Собором То есть Это Как бы В чем Это страх Еще не прошел И только тогда Когда они уже Поняли Что они Самодержавная Власть И успокоились И Мы же Рассматриваем Историю Раскола А это Так сильно Связано Вот это Все Оно Шло Шло Вы понимаете И Алексей Михайлович Да Он Пришел На Волне Того Что его Поддержала Опять же Это Польско-Литовская Элита Которая Начала На Руси Хозяйничать Понимаете И они Сказали Мы тебя Поддержим Но ты Будешь Выполнять Наши Условия Его Много Кто Поддержал И Вылезли Уложения Соборные Сорок Девятого Года Он был Удобен И получились Соборные Уложения Сорок Девятого Года Которые Полностью Закоболили Русский Народ Крепостное Право Вот Вот такая Вот схема Понимаете Пришла Нелегитимная Самозванная Династия И закоболила Русский Народ Полностью И свалило Все это На предыдущих Годунова Грозного Его сына Федора Вот они Были Страну А в результате Вырученная Страна Попала В такое Мракобесие В такую Грязь Такую Кровь Что Практически Отсталость России Она чувствовалась Потом Веками А ведь Грозный Годунов Вели Россию Вперед Да Конечно Для Средникового Времени Передовейшие Правители Если бы Годунов На 100 лет Были Раньше Мили Московские Или Зенитики Если бы Годуновская Династия Правила Совершенно Другой Расклад И посмотрите Какая же Разница Между Шуйским И Скопиным Шуйским А Годунов Даже Больше Прав Имел На трон Через Свою Сестру Чем Романов Так Они получались Одинаково А тут Извините Меня Получается Что Годунов Больше Прав Тут Прямо И родство Прямо Будет Не так Как Седьмая Вода На киселин Вот Такие Последствия Но Историки Еще Разберутся И мы Конечно Будем Следить Еще Несколько Слов Об Александре Владимировича Пыжик Я Просто Хотел Сказать Насколько Широкого Диапазона Был Этот Историк Знаете Его Исследования Он Вообще В 90-е Годы Он Начал С того Что Исследовал Времена Хрущева И Поэтому Он Был Очень Большой Специалист По Советской Элите По Советской Элите Которая Разлагала Советский Союз Понимаете Очень Большой Специалист Поэтому У него Есть Еще Одна Книга Которая Обязательно Приобрету Истоки Сталинского Большевизма Это Прекрасная Книга Считаю Там Просто Ну Аннотации И все Это Тематические Лекции Про нее Конечно Очень Интересная Книга Истоки Сталинского Большевизма Вот Второе Он Был Очень Большой Специалист По Временам Романовских То есть 19-20-х Век И Не Просто Так А Политические Я такого Нигде Никогда Не Видел Понимаете Изучал Серьезно Он Очень Серьезно Изучал И Его Взгляд На Происшедшее В 17-м Году Он Просто Потрясает Понимаете Он Начинает Даже Он Обозначает В своих Работах Что Империя Начала Сыпаться 4-го Августа 1916-го Года Когда Когда Русские Банкирские А Интересный Момент Да Наши Русские Питерские Банкиры Которые Вели Политику На Спасение России От Развала Они Проиграли В экономической Борьбе С Этими С Нобелями Вот И Это Очень Интересные Вещи У него Есть Еще Одна Неизданная Книга Питер Москва Борьба Схватка За Россию Питер Москва Схватка За Россию По Моему Она Неиздана Может Издана Не знаю Но Я ее Не видел Вот Это Как раз Этому Посвящено Понимаете Какой Глубокий Историк Здесь Несомненно Тут Факторы Вот Действительно Разумный Человек Открывается Все Реальной Жизни Не Какие-то Великие Идеи Обычно Деньги Жадность Зависть Подлость Что Свойственное И он Понимаете Он Не то Что Поливает Грязью Какой-то Романов Нет Вы понимаете Он наоборот Говорит Что Последние Годы Романовских Лет Были Попытки Реально Спасти Россию Из грязи Понимаете Были Специалисты Были Вот Эти Наши Такие Российские Головы Умные Там И как Овцов И другие Понимаете Они Вели Политику На спасение Экономическую Была Питерская Группа Банкиров И промышленников Вместе С Путиловым Которые Просто Проиграли В борьбе С московскими Олигархами А олигархат Уже схватился И свалил Эту династию Поставил Своевременное Правительство Московский Олигархат И в конце Концов Россию Грохнулось Вот в чем Смысл Расследования Пыжикова Это так Интересно И 19 век Он как Интересно Расследовал Вы не Я в двух Слова скажу Про 19 век Как Началась Вот эта Банкирская Группа Привела К реформам Александра Второго Началось Все с Адмирала Грейга Вот Потрясающе Интересное Его расследование Как Адмирал Грейг В принципе Стал королем На Черном Море И даже Александр Первый Его не смог Остановить Поехал В Таганрог И от Расстройства Вот там Скончался Понимаете А перед этим Грейг Практически Убил Несколько Посланцев Александра Первого Отравил Понимаете Которые приезжали Разбираться С тем Что он там Творил В конце концов Николай Первый Не смог Этого Грейга Свалить Он вынужден Был с ним Заключить Пакт Но Что самое Интересное Через Грейга Вышли на Все эти Банкирские Западные Дома Потом Образовался Рейтерн Который Взял Банкирские Вот эти Зачинательства Банкирских Дел В России И все это Было Завязано На Запад То есть Это та же Самая история Которая У нас Повторилась В конце Восьмидесятых Годов Когда Вот эти Советские Начальники Политическое Руководство Завязались На Запад Черноморские Короли Да На западные Банкирские Не зря Горбачев Кончил Свою Власть На отдыхе На Черном Море Происходило На Фороз То же самое Происходило В середине Девятого А я хотел сказать На фонаре А это Резиденция Константинопольского Патриарха И вот Пыжиков Рассказывает Как вот Эта вот Группа Вот этих Не очень Русских Банкиров И политических Экономических Деятелей Руководила Александром Вторым В его Реформах Якобы Продажа Аляски И вот Там И продажа Аляски Там И вот Эта Реформа Освобождения Крестьянства Совершенно Вбившая Народ Еще Больше Гроб Понимаете Вот Такие Вот Вовсе Мы с вами Приходим К выводу Нет Я просто Расскажу Вот Эта История С Анастасией Не Романовной Не Романовной Яковлевой Да Яковлевой Принесла Нам Больше Вреда Государству Российскому Чем Пользы От Всех Тех Которые Потом В Романовском Семействе Триста Лет Правили Я думаю Историки Разовьют Эту Тему Я Очень Надеюсь Послушать Грамотных Историков Которые Эту Тему Разовьют Тогда Как ни Странно Женя Я вам Дам Сейчас Еще Одну Очень Интересную Мысль Революционные События Были Не Хворьем Российской Империи А Божественным Чудесным Избавлением От Романов И Ленин Богом Дам И Большевики Да Вот Как Оно Там Можно Оказывать А мы По сути А по сути Вот эта сила Спасла Россию От развала И вывела На небывалые высоты Ну Только К сожалению Потом Сама И Все Мы об этом Поговорим Мы тоже Сегодня Однозначно Разберемся Разберемся И поговорим На эту тему Потихонечку Разберемся Да Да Однозначно Так что Вот так вот Христиане Вот вообще Любят Часто Говорить Что Бог Не делает Кто К лучшему Это Можно Употребить И К свержению Романовской Династии Ну Что Всему свое Время К сожалению Действительно Хоть мы Горестно Воспринимаем Эти события Но Они Всегда Объективно Обусловлены Всегда Ленин Правильно Сказал Низы Не могут А верхи Не хотят Это Действительно Всегда Так То есть Уже Больше Внизу Невозможно Терпеть Людям И верхи Все Не спрагаются Хоть ты Росгвардии Все окружи Хоть ты Царя Гороха Посади Хоть Архарова Назнач Московским Губернатором Все равно Оберцполицмейстером Все равно Будет этому Всему швах Поэтому К сожалению Вот Пыжиков Скончавшийся Недавно Царство ему Небесное Александр Владимирович Да Владимирович Это его отцу Тогда тоже Царство Небесное Это очень Интересно Подтвердил Вместе с Яковлевым Который Романов Не Романов Но Яковлев Подтвердил это И Очень интересный Дает повод для размышления Еще пару слов Про Пыжикова Ну Как бы Раз уж эту тему Я сказал уже Про то Что он рассказывал Очень большой Исследователь Русского раскола Его влияние На последующую историю Но в том числе Вы знаете Самая главная Вот сердечная Такая тема Пыжикова была Которую он Просто Это была его тема Он в ней купался Вы знаете какая Это даже вот Даже просто так Не сказать Это истоки Русских народных Традиций А ну да Не зря же Вот например Он занимался Былинами Точно совершенно Да Вот Вы понимаете Когда я Пыжикова послушал И почитал Это позволяет Человеку Заметить Коренные причины Коренные причины Происходящие Вот совершенно верно Вот именно Этим он занимался И очень многие Его не понимали Они его говорят Ты язычник Вот все вот Не фасад А фундамент Да А он копал Именно истоки Русских традиций И психологии Русского народа Вы понимаете Очень много Вот всегда Вот я всю За всю свою жизнь Когда читал Историю Литературу Говорил что Вот лучшие русские Головы Ищут Тайную природу Русского духа В чем же состоит Русская Вот натура Русская психология Да Вот это вот Ну да Понимаете А Пыжикова Так интересное Лимбическо-психологическое Он так интересно Копнул Вот в эти русские Верования В русские традиции Русские Книги Травники Там вот эта вот Была тема Травники Грамовники Трепетники Я такие слова В первый раз услышал Очень много есть Церковь На все это заложила Строжайшие запреты Это гоняло Все эти вещи Слов Вот например Если взять Бажова Даже С его Медной горохозяйкой Там столько слов Разных Бажов Это тоже Великий человек Горюный Например Помню Мне Очень слово Обратил Внимание И поэтому Те Кто сегодня Говорит Вот у нас Малахай Вот у нас Все русское Только в православной церкви Да У нас был один Такой первопоп По фамилии Емельянов Вот так он Когда-то Ярнул Такую молодость Вот церковь Она в храме Русь Она в храме Перед Анвоном А все остальное Это не Русь Вот Но извините Тогда подходим С другой стороны Например Старобрядцы Исконно православные Которые Сергей Радонежский И прочее Прочее Все остальное Вот да Павакума Они нас считают Тередиками И щепотниками И кукишниками С их точки зрения Так где же Может перед Ихом вон Там Русь Стоит Или может она Вообще В какой-нибудь Другой храм Перебралась Это чисто Пропаганда Человеку хочется Религиозно Да Человеку хочется Вот то что он верит В свои верования Доказать Что именно его бабушка Была самой лучшей бабушкой На свете Ну Есть и другие бабушки А кроме того Есть Объективные Коренные Причины Которые важно Рассматривать А не слушать То что Рассказывают Длинные деды С седыми бородами Очень интересно Как Александр Владимирович Показывал Что русские люди Считали душой Ну да И как это сопересекалось С христианскими верованиями И с древними верованиями Славянскими Славянскими Да Древними Которые даже уже До сих пор Еще сохранилось Это восприятие Конечно Еще даже может Славянами не были А уже тогда Взарождались Какие-то верования И все эти Понимания Души Соотношение с умершими И так далее Готы Русские империи Атилы Анты Венеды Гумны Еще дальше Еще дальше В прошлое Все предки И у них были Какие-то верования И у них были Свои отношения С умершими И вот Александр Владимирович Это очень интересно Копал На основе Вот наших Исследователей В том числе Стасова И историков 19 века Он их всех открыл Он их Вот смотрите Какие разумные вещи Они писали И вот прямо Вот нам его Копал Ну удивительно Конечно Царство ему небесное И спасибо ему За то Что это был Очень здравомыслящий Человек Мне очень Которому была Интересна Именно русская История А не позиция власти Бывшей Власти церкви Власти нынешней А именно Объективность С точки зрения Истории С точки зрения Науки Будем говорить То есть С точки зрения Глубинных причин Вот Их можно представлять По-разному Но глубинные Вот именно причины Все-таки будут иметь Всегда в себе Самую простую Бытовую Житейскую необходимость Хлеб Кусок хлеба Кров над головой Защита от врагов Своего собственного дома Ну и конечно же Самое-самое Минимальное Хотя бы Человеческое Счастье Ну так В общем будем говорить Стабильность Порядок Семейного счастья Вот Ну это мы с вами Обсудили Эту самую важную вещь А теперь хотелось бы Еще несколько слов Будем Мы долго не будем Сегодня уже Мы так уже Срядно наговорили Давайте мы с вами Упомянем Еще сегодня Такую интереснейшую Личность По сути дела Если протопоп Авакум Это Деревенский Житель Из Гухамани То Боярне Морозову Уж никак Нельзя назвать Давайте вспомним Про мою тезку В женском роде Феодосию Тоже Царство и небесное Потому что Была великая личность По своему Конечно Со своими Взглядами на жизнь Но в действительности Была величайшая Личность У нас вообще В российской истории Много конечно Но не так много Как мужчин Таких вот Ярких Женских личностей Их не так много И вот мы Сколько Давайте мы вспомним Мы с вами много Прошли по Линии Где-то белькнула Княгиня Ольга Где-нибудь Марфа Где-нибудь Еще какие-нибудь Царицы Древние наши Но Может быть Жена какого-нибудь Князя Ефросиня Половская Например Которую мы упоминали А так И все По сути дела Мало таких Ярких личностей Так вот Давайте вспомним Ту самую Боярню Морозову Как-то Один раз Я беседовал С одним Старым хрычом Который раньше Комсомолом В Болотнинском районе Заведовал И вот теперь Он вдруг Подался в религию В Новосибирской области Да В Новосибирской области Подался в религию И стал Работать Чуть не в Министерстве юстиции Специалистом По религиозным вопросам Представляете Вот е-мое Комсомольские деятели Вдруг стали Заниматься Религиозными вопросами Таких встречал Да И он меня спросил А кто же Алексей Михайловича Наставник Алексея Михайловича Тишайшего Вот Ну и он конечно Подразумевал Что там был Никон Неправда Борис Морозов Да Вот Я ему сказал Морозов Боярин был Морозов У него Наставник Он говорит Ну Никон Никон Царя приметил Царь приметил Уже его В взрослом возрасте Никона И потом назначил Его в Новгород И потом А вот пока Он был маленький Да под стол Ходил вот так И на лавке Лежал Не вдоль А поперек Помещался В те времена Был такой Боярин Морозов Который был по сути дела Ему Регентом Борис Воспитателем Да Борис Морозов Был у него брат Глеб А это которые Потом умерли Один за другим Да 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 Ну да А вот его женой Да И стала Наша Феодосия Морозова Так вот Вот этот самый Настоящий наставник А не по мнению Того старого хрича Который в Болотницком районе Секундочку Секундочку А Глеб Брат Бориса Морозова Был наставником Брата Да Да Алексей Михайлович Представляете какая высокая Фамилия Боярская Да да А во первых Они были очень грамотные люди Я специально поковырялся Обои Они получили колоссальное Образование То есть они знали языки У них были огромные библиотеки И прочее Но это было неспроста Потому что было очень много Золотых монет И даже не только золотых монет А деревень с крестьянами Которые на них работали По сути дела После смерти Бориса и Глеба Когда Морозова Феодосия Стала Наследницей И остался маленький Только у нее сын 11-летний У Бориса детей не было Да Вот в чем трагедия Да И поэтому Да И после их кончины То она Десять тысяч Крестьянских дворов Это не считая Богатейшие Как у царя Не считая Женщин и детей Как в Евангелии дописано То есть женщин И детей Никто не считал Это только мужики Десять Армия Десять тысяч Мужиков Которые на нее работали То есть вот на этих Морозовых Так вот этот Морозов Он и был настоящим воспитателем Нашего Алексея Тишаевича Сударя Российского И именно вот Здесь зародилось Он его там Нарядил в первые Европейские платья То есть такая была Был западный Да Западный такой был Грекофильский подход Именно здесь Получила основание Вот эта близость К царскому роду Именно вот в это время Это стало даже не просто Как бы Ну ближайшие родственники Служащие государю А прямо ближайшая Родня царская По сути дела Мы начинаем рассматривать Женщину Которая была Ну после царицы Царицы как раз В то время еще не было Потом уже Потом там вот Она была первая красавица Первая богачка На Руси Глеб всего 11 лет С ней прожил Умер Была самая завидная Невеста И еще вдобавок Она была Очень Ну таким Милосердным человеком Часто упоминается О том что она Нищем благодетельств Ну тогда это было Обязательно И сама раны Перевязывала И в общем Она была очень таким Вот благодетельным человеком То что она Сразу не выскочила замуж Хотя ее бы Наверное бы Ну она была Самая завидная Невеста на Руси Красавица Молодая вдова С огромнейшим Богатством С огромнейшим Богатством То что она Не вышла замуж А как бы вот так Хранила верность Мужу И память о нем Говорит много О ней Как о личности Да 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 Жень Конечно конечно Маленькие Дополнения По именно Родословной Еще Прямо пока Далеко не ушли Когда Это самый Царята Алексея Михайловича Оженили Наконец-то Да На Милославской Борис Морозов Его наставник Быстренько Взял себе В жены Сестру И ее Вбил Представляете Какая Близость К царскому Ровну Вот это Женщина Второе Маленькое Уточнение Значит У Бориса Морозова Не было Детей У Глеба С Феодосией Был Сын И он Не так быстро Умер Умер Глеб Отец И вот на сына навалилось все это богатство, но он был маленький. И Феодосия стал при своем сыне Регенширин, правительницей всех богатств. До совершеннолетия, по крайней мере, до 16-ти, до 18-ти. И вот во времена вот этой всей бучи раскольничной убирает сын. Есть сведения, что его отравили. Ну, естественно, почему? Понимаете, как получалось? Ну, ладно, она была раскольница, она была там проклята, в конце концов, и прочее все остальное. А сын-то как, в чем виноват? Маленький ребенок, ему бы все досталось, когда это все тянулось. А богатство царское? Конечно, надо было убрать его, потому что цена вопроса. Была небольшая армия, 10 тысяч крепостных мужиков. И какие богатства? Да, и уроны земли. Миллионы гектаров земли. И деньги. Да, это просто невероятно, конечно. И поэтому, ну, что говорить, все это было закономерно, убили закономерно. Еще были слухи, что Феодосия была в свое время даже любовницей Алексея Михайловича. Ну, это, да, мы оставим на память историю. Дело в том, что, может быть, и такой вариант возможен. Дело в том, что любовь такая штука, как говорят, зла, полюбишь и козла. Поэтому, если говорить о том, что они там, ну, я не знаю, с каких-то хитрых интересов, это неправда будет, потому что оно было не надо, такие деньги имея, вообще ничего не надо. А вот просто, если, ну, мужчина полюбил женщину, женщина полюбила, ну, красота такая и прочее. Там может быть все, что угодно. Понимаете, я, такие истории, если почитать, что только не творилось, что только не было, да, это любовь, и тут никто не влезет. Почему мы так подробно говорим? Потому что я лично вот про Феодосию Морозову слышал и видел только то, что мы знаем с картин Суикова. Ну, да. Считалось очень важным, с какого горшка ты ешь, какой ложкой ты ешь, соблюдаешь ли ты чистоту, в какое время ты можешь в храм, в какой храм ты не можешь пойти, сколько раз петь аллилуйя, когда нужно приходить за утренние, что читать полуношницу в полночь, в какое время надо встать. В общем, это все был очень жесткий механизм. Причем, если ты этого не делал, то тебя сразу заподозревали в ереси, как писал патриарх один, приехавший во времена Бориса Голунова, что за мной следят. Как я молюсь и что я ем, не нарушая ли я пост. И в замочную скважину подглядывают на то поставленные люди, чтобы потом сказать, а патриарх-то не настоящий. Посмотри, он же веру-то не соблюдает и говорит, тех, которых они заподозрели в ереси, они ссылают в Тарта, в Сибирь, и там им не знают куда с концами. Назад они, в общем, не возвращаются оттуда. Поэтому точно здесь было так, она была очень набожна, все посты, молитвы, очень это было усердно в ней развито. Это, видно, еще было сильное религиозное чувство у человека, и она, ну и семейной своей жизни всего подтверждает вот эту веру и благочестие. Ну, что мы можем с вами увидеть? Мы можем увидеть, что вот умирает ее муж, на нее обрушилось вот это все богатство, она занимается хозяйством, принимается по утрам людей, крестьян, просит, деляет деньгами нуждающихся, ну, то есть проявляет особую веру, благочестие. И на нее вот это присоединение Украины и время раскола для нее было просто, ну, совершенной неожиданностью. Она не занималась богословскими вопросами, она не участвовала ни в каких кружках благочестия, да, поначалу, ни в чем в этом она не участвовала. Перед входной точкой в ее жизни стала ее встреча с Протопопома Вакуума. Это было, ну, как некое озарение. В то время уже царь любил Авакуума и уважал его за красноречие. Царь вообще любил тех, кто умели красиво говорить. И поэтому Вакууму не отрезали язык, там ни то, ни все, он был в гонениях, но в таких вот, как бы, знаете, ну, к нему относились аккуратно. Если кому-то ломали руки, отрубали, отрезали языки, то Вакуума сажали на хлеб и воду. Да, 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 в Даурию, когда он там завоевывал Дальний Восток, так же, кстати, участвовал в завоевании Дальнего Востока. Потом вернули, да, чтобы бороться с Никоном, который к тому времени уже надоел царю, его выперли из патриаршества. Потом, кстати, вернули его патриаршество уже после смерти. Да, у нас это, вот это наша история, удивительные вещи, творятся чудеса. Да, и она попала в эти расклады. Приехал Вакуум, пламенея верою. Причем... И ссылки. Да, он вдруг понял Вакуум, что теперь его враг не патриарх Ника, а власть, а система его враг. И первый раз русские люди поняли, что и царь может быть дураком. А втуда царь дурак, а король-то голый. Это было первый раз, когда вот действительно реально было понятно, что вроде законный государь, все. А что-то временно антихристовы пришли. И хотя он ни разу не сказал против Алексея Ильича. Да, он не... Но по его поведению и по подаче... Он сказал, он потом в конце, уже перед смертью, я рассказывал вам о том, как он написал бумагу, первую... Это уже перед самой своей смертью. Оттуда и сруба, где они сидели там втроем. Это уже на Федора написал. Да, это уже на Федора. Да, это уже не на Алексея Михайловича, а после смерти. Ну, это может быть просто он мысля-то давно созревал. Конечно, мысля-то созревал, но он никогда не говорил против Алексея Михайловича. И встреча состоялась. По-моему, я точно не помню. Может, вы помните, Женя, то ли в Чудовом монастыре. В кем? В Феодосии, с Аввакумом. Ну, неважно. По-моему, это все происходило в Чудовом монастыре. Это где-то в начале 60-х. Она пришла как верующий человек к нему. В начале 60-х годов. Да, как страдальцу гонимому. Потому что она крестьянам нищим благотворила, больным раны перевязывала. И вот она просто пришла к страдальцу. Она не думала ни о таком особо духовных вопросах, религиозных. Она себе молилась и была довольна, как она молилась. Она не лезла в патриарщик, какие-то там соборные положения и прочее. Она пришла просто принести ему пищу, перевязать его раны, утешить. Как в Евангелии написано, посетить страдающего. И вдруг состоялась невероятная беседа. Он открыл глаза на происходящие события. И она поверила ему во всем. И главное, она себя убедила в том, что все погибли. То есть нет спасения. Что это антихрист проник в церковь. Совершенно верно. Что он поработил патриарха и государя. Этот демон лукавый в их обличии. И теперь настали последние времена. И скоро придет суд Христов и будет кончина мира. И все это будет. И одной вот этой беседы, они, по-моему, потом еще один раз встречались. И вот этой одной беседы хватило на то, чтобы ее мировоззрение перевернулось. Вот эта родовитая, спокойная, тихая женщина, боярыня, придворная, родовитая, царская разродница. Она во мгновение ока становится защитницей веры старых обрядов. Она становится защитницей веры. Тем более, что Алексей Михайлович с Никоном наделали кучу ошибок. Вместо того, чтобы там мирно тихо, они сделали это с кровью, с сжиганием книг. И прочее. Ну, дурь была, короче, неимоверная. То есть, вот царю и патриарху казалось, что люди должны исполнять, ну, любые их прихоти. Вплощадь, что-то скажут, есть дерьмо, значит, есть дерьмо. Но тут оказалось, нет. Народ понял, что хватит. И как раз это в это время окончательное крепостное право. За лишение крестьян вообще всех прав и всего. Как раз, нет, нет, не при Борисе Годунове. А вот как раз Алексей Михайлович и прочие к этому привели к окончательному закрепощению крестьян. И народ это дело не принял. В большинстве своем не принял народ. После того, уже после гонения... В подавляющем большинстве. Да. После гонения и мук даже 30% осталось поддерживающих старобрячество. Ни один архиерий не перешел в старобрячество. Но все равно люди очень сочувствовали и переживали всем страдавшим за веру. И вот Феодосия приняла это очень близко к сердцу, близко к душе. И несмотря на то, что она понимала, что ничего хорошего из-за этого не будет, она явно соблюдает только старые обряды. Заявляет об этом. Она не устраивает бунтов. Она просто проповедует и говорит о том, что вот эта вера правильна, а эта нет. У нее собираются. У нее собираются все сторонники старобрячества. Ну она стала проповедовать, да. Они стали к ней... Самый богатый дом. Да, да. К ней было место. И загородный дом. И еще... Ну это даже не сыграло главную роль. Их никто не ловил, не душил. Там у нее бунтов они не... Я сейчас расскажу, подождите. Ну я понимаю, но это не сыграло все равно, Женя, это не сыграло самое главное. Потому что ее не арестовали, ее не взяли за шиворот там и прочее. Очень высокое положение. Да, очень высокое положение она занимала. И она откровенно и спокойно проповедует вот то, что вот вера есть. Ну расскажите, Женя, добавьте просто. Ну я просто добавлю то, что у нее с 60-х годов, вот когда она уже начала, вот именно прямо для нее вакуум был свет в окошке. Это был ее духовник, значит, и все. Ну то есть она была вот его дочь. Дочь духовная. Духовная дочь, да. И она начала собирать возле себя, конечно, вокруг нее концентрировались все, которые вот за старую веру. Да, болели за старую веру. Мы же рассказываем только о тех, кто известен и которые самые высокие. Правильнее сказать не старообрядцы, а староверы. Староверы, да. Я вроде так стараюсь говорить. Староверы, ага. И был даже еще один высокого такого звания, такой вот ревнитель старины. Это был старец Спиридон. А, да-да, третье уже такое лицо. Третье лицо, ага. Вот он у нее, постоянно у нее находился. Он был архимандритом Преображенского монастыря. И власть и с ним пыталась договориться. И он не шел ни на какие уступки. Ему предлагали сан-метрополита Новгородского, представляете, чтобы он только сменил на... Да-да-да, перестал сопротивляться. Перестал сопротивляться. И он на это не шел. И этот старец Спиридон в миру Потемкин. Это прадедушка нашего Потемкина Таврического. Ух ты, глянька. Представляете, какая ерунда. И когда Пикуль писал, что Потемкин-то из какого-то там захудалого дворянского рода, он был неправ. Старец Спиридон был высокого боярского рода. Ну, конечно, никто не хотел бы хвастаться родством, потому что он сколький. Да-да-да. А Потемкин знал о своих корнях. И очень много, кстати, сделал хорошего для староверов, между прочим. Помогал им, особенно на югах. Там, да, не зря потом там и зона оседлости. И, конечно, Спиридона бы тоже повязали и сделали им усик-тым башку. Но он вовремя умер. Да, пришло время, и он вовремя скончался. Были такие вот личности. Да, ну, значит, морозового особо не трогали. Все, царь пригласил ее, увещевал с целованием, обнимал, кормил ее кушаниями разными, причем брал кусочки и клал ей в рот. Она была красавицей, поэтому, если бы это был старый беззубый дед, вряд ли он бы так бы делал. Хотя деду важнее, он бы пережевывал ему, доклал бы ему. Нет. Ну, бояриня Морозова, вот это, кстати, и породило, может быть, со временем, о близости их каких-то первонастепенных отношений. Какая-то была такая, то ли пастила, то ли что сладонный говорил, и клал ей в рот, и кусочек. Она все кланялась ему, на колени вставала, ручку целовала. Но, когда заходил вопрос о том, о вере, она все крестилась двумя перстами и говорила, от веры ни за что не отрекусь. Ну, царь подумал, ну, дура-дура, и отпустил ее бабу все-таки. Она спокойно себе пошла своим делом и продолжала еще больше это все дело. И тут, значит, настало время венчания с той самой мадамой, которая хотела стать царицей первопрестольной. На Рыжкины поприходили уже, так все, пора, время пришло. И царь ее зовет на венчание. Царь зовет ее на венчание. Да, точно. Она не идет. Она не пошла на... Второй раз он ей второй раз и не приходит. И даже приказ, и она не пришла даже на царев приказ. Стоп, секундочку. Потому что она сказала, что это не есть венчание, а это есть сатанинское вот это действие, потому что оно не благодатно и не по старым обрядам совершается. Стоп, секундочку. И все это происходит уже после собора 1662 года. Конечно. Когда они уже друг друга анафиями прокляли. Конечно, 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 конечно. Это уже вообще все в основном в Третьих Санкт-Петербурге. То есть это 70-й год. Конечно, 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 конечно. Да, это когда уже взаимное проклятие состоит. Да, да. Как Эбаку всех проклял. Ну вот. И не приходит. Ну ладно, все это закончилось, и свадьба без нее прошла. А царь не хотел особо омрачать происходящих событий. Ну тут все завернулось еще больше. Начались эти бунты в государстве. Ну разинские. Да, да. Проблемы. Это был пик разинского бунта. И царь был в сердцах, и было у него очень дурное настроение. И он в этом дурном настроении приказывает боярыню привести к себе. Там что-то сказали, а вот там вовремя сказали. И он, как вот с Аввакумом, тоже терпели-терпели. Потом раз в какой-то момент. И приходит за ней и арестовывает ее. Арестовывает. Причем в кандалах прямо так серьезно ее. И волокут к царю. И волокут к царю. Она, ну так еще, милостиво. И царь ее спрашивает. Прямо конкретно спрашивает. Ты со мной, с царицей, причастишься? Вот сейчас будет литургия, папа. И ты со мной, с царицей, причастишься? И все. И тут, а ты же по новому служебнику. По новому обряду. Ну практически то же самое. Там никаких галилуи два раза. Там такая мелочь. Ну не так, вот так, вот так. Двумя пальцами. И она ему дерзко отвечает. Она ему говорит. Нет, ибо это все нечестиво и сатанинское. И он говорит, ты мне, государю Московскому, будешь говорить, что я сатанинские мерзости причащаюсь. Да с государыней своей царицей причащаюсь сатанинские мерзости. А у царя-то была идея, это укра... Сделал там, чтобы еще один момент упустили. Все эти обряды давно были на Украине. И тут вдруг присоединилась... А Украина огромная, она всегда была богата населением. То есть, ну как вот... Вот представьте сейчас, например, на Украине там было... Когда союз развалился, было 50 миллионов человек жило на Украине. А всего в союзе было 280. 50 миллионов человек только в одной республике жило. И когда присоединилась большая область, нужно было это как-то срастить. Царь же думал, это не просто было так вот, оп, а надо было как-то это все опять восстановить. Общение, единство. И там уже давно были вот эти троеперстия, греческие обряды. Там был митрополит греческий. И на Украине давно уже ввели вот это все троеперстия и все остальное. И тут вдруг она ему такое говорит. И он получается, как бы она становится на сторону всех царских врагов. Прямо таких уже не споры философские, а прямо вот конкретных кровавых врагов. И тут же он, во-первых, он ее, ну про сути дела, чуть ли там не проклял. Он там жестко очень говорил. И ее схватили за ноги и повлокли по лестнице вниз. И она головой билась по ступенькам. Причем с такой жестокостью и злобой, что она едва жива осталась. У нее после этого отнялись ноги. Видно, в шее что-то повредилось. И она очень плохо ходила. Ходила, но слаба стала ногами очень сильно. И вот эту красавицу, здоровую, сильную, красивую женщину, волокут по лестнице за ноги, позором. Представляете, это, ну как царская, первая женщина в стране после царицы. Ее волокут за ноги, это специально было с величайшим позором все это дело. Вот и дальше идет картина Сурикова. Вот эти сани. Думали, что будут над ней смеяться. Да, потому что будет позор. Но мало кто смеялся. Все в основном плакали о том, что происходило. Я смотрел эту картину еще раз. Бьют ее, зубы ей повыбивали. В общем, там еще картина милостиво показывает все это. И она попадает, выкопали там какую-то яму возле этого самого. И она попадает сначала в чудовом полном монастыре. И там ее еще увещевают вот некоторое время. Но царь уже был более очень суров и жесток. Ее увещевают некоторое время. Но потом копают яму прямо глубоченную. Делают деревянный сруб с небольшим окошеском дырочкой. И запрещают ее кормить и поить. Кстати, с ней вместе и посадили. Она произвела очень большое впечатление на свою сестру. Евдокия Урусова. И Евдокия вместе с ней в эту яму попадает. Евдокия очень быстро умерла. Секунду. Да. Нет? Может, я не прав. Но она раньше умерла. Она умерла раньше, чем... Чуть-чуть. Да, конечно. Исторически. Уточнение. По датам. Все, в принципе, правильно. Когда ее арестовали, она еще просидела в казематах. Потом ее для ее унижения пытались протащить на этой цепи. Да, да, да. А это унижение закончилось ее триумфом. Да, все. И вот этот триумф описал Суликов в своей кластине. Великолепная картина. Посмотрите, как он точно знал всю эту историческую эпоху. Я поражаюсь, откуда он это знал. А вот здесь Стасов. Да, здесь и есть об этом. Стасов Владимир Васильевич, который наших художников и композиторов как бы просвещал. Просвещал взгляд на это просвещение. Ну, это так, штрих. Потом ее... Это был 1671 год. 1671 год. 1771 год. Да, когда сожгли этого Акума? В 1771 году? В 1882. В 1882. В 1881 или в 1882 году? Ну да, в 1881 или в 1882 год сожгли. Значит, это еще долго. А ее в 1771 году арестовали. Бояре дали добро, наконец-то, на то, чтобы ее арестовать. И хихикали над ней уже. Все. Но ее хотели сжечь. И даже начали строить сроки. Да, Никон угрожал. Никон угрожал ей сожжением. Сам Никон именно, да. Да, Никон. Еще Никон угрожал. Это Дота-рука. А так Никон-то уже когда... Он сам в Вознесенском. Уже был. Не Никон. Это и этот... Иосаф. Никон ей угрожал. Это иосаф. Патриарх Иосаф ей занимался. Потом был и Аким уже. Ну, может быть, я сам. Я сам. Нет, я прямо конкретно, значит, ошиблись где-то. Я прямо читал конкретно, что Никон угрожал. Ну, Никон, наверное, раньше, скорее всего. Может быть, раньше. Где-то схлестнулся. Да, 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 угрожал ей сожжением по критичке. Ну, угрожал сожжением. А вот в 1671-1772 году конкретно построили срок. Но тут бояре сказали, нет, сжигать бояра нельзя. Она все-таки нам ровня. И ее оставили в этих казематах. Она еще там не остановилась. Да, у голода. И ее сейчас слали в Боровск. И там яму выкопали. А там уже выкопали яму. Мозле стен монастыря Боровского. Боровского монастыря. Да, туда бросили ее и под срубку. Ее сестру Евдокию Грусову еще была с ними одна женщина, Мария Данилова, жена Стрелецкого сотника. А, Иннокиня, по-моему, тоже. Да, да, да. Жена Стрелецкого сотника. Стрелецкий сотник от своей жены тут же отказался. Она ему стала не нужная. Вот эти вот мученики. Их слуги были в Боровске. Слуг, наша неинквизиционная церковь, тут же 14 человек сожгла. Тут же сожгли все. 14 человек. У нас не было инквизиции. Да, заметьте. Причем в Европе обычно делался суд. То есть были адвокаты. А тут нет. У нас сожгли просто так. 14 человек слуг сожгли. И вот эти три женщины в Боровске. До судебной практики. Они были. Мария Данилова умерла первая, не выдержалась. Потом уже Евдокия Урусова сестра. И последняя умерла уже Феодосия. И причем умирала она, конечно, скорбно. Потому что она умирала голодом. Но верой своей она не отказалась. И интересны последние. Вот прямо ее слова. Это действительно очень интересно сохранилось. Она просила у солдата калачка. Говорит, умираю я калачку. Дай мне хоть кусочек. Он говорит, не могу, ибо боюсь. Ну, казнили бы его. Сожгли бы. Он видел, как все жили, казнили. Тогда она через день просила его. Ну, хотя бы там дай мне краюшечку хлеба. Он ей говорит, не могу, ибо боюсь. И на третий день она попросила. Говорит, ну, хоть огурчик. Он ей сказал, не могу, ибо боюсь. И она тогда, на четвертый день, она почувствовала, что она умирает. И она прямо сняла с себя рубаху. Голая осталась. Сняла с себя рубаху. И просунула ему в этого окошечка рубашку. И сказала, насколько вот это вот... Я уже не жилиться, умираю. Пойди на реку и выстирай рубаху. И он выполнил просьбу. Пошел, постирай ее. И вернулся. И она вот надела рубаху. Там, ну, там, один Бог знает, помолясь. Ну, мученица. Мученица, да. Практически святая мученица. Да. Предала душу Богу. Ну, вот такая вот судьба. Отказавшись от всего. Четыре года она в застенках. Да. Четыре года ее мученица. Это был 1675 год, когда она умерла. Да. Отказавшись от всех богатств, она стала народным знаменем. Знаете, народ понял, и она поняла, что все это имущество принадлежит людям. Все богатства, это народное, оно не может принадлежать одному человеку. Она от всего отказалась ради веры и ради спасения. Это очень примечательный факт. Вот. Такие моменты. Мы будем заканчивать сегодняшнюю беседу. Тяжелая история. Тема у нас все. Но еще несколько слов я обязательно вам скажу. Дело в том, что в 70-е, 80-е, в 70-е, 60-е, 70-е годы народники, это 19-й век, позапрошлый уже, очень сильно в народе проснулся интерес к изучению старообрядчества. Вот как раз многие, о ком говорят, Пыжиков, все они еще в те времена начали изучать государственные всякие документы. Это пишет как раз, да. И у народников вдруг появилось новое основание для борьбы с царизмом, потому что оказалось, что и целая династия может быть врагом собственного народа. И вот они использовали вот эти аргументы, Боярне Морозову, там старообрядцы, использовали для того, чтобы пояснить, что на самом деле не все так просто в нашей истории. Это первый момент. А во-вторых, в результате всего этого народничества, потом дальнейшее развитие событий, революция и все остальное. И вот протопопов Акун из того горящего сруба, из 17 века достал, протянул свои костлявые ручки и задушил. И Николая Второго, и задушил руководство Московской Патриархии. Церковь-то он любил, а задушил вот это церковное руководство. Причем огнем горящее все это, пламенеющее. В общем, собираются и совершаются евангельские слова. Посеявший ветер пожнет бурю. И как помните, часто говорили, огнем революции. Правда? Помните эту фразу? Огонь революции. Вот этот огонь, он начался с того сруба, с которым сгорел протопопов Акун, и в котором заморили голодом Боярни Морозы. В белом венчике изрус, впереди Иисус Христос. А поэты чувствовали эти вещи? Да. Ну что ж, поздравляем всех праздником Крестовоздвижения сегодня как раз. С наилучшими пожеланиями. И до новых встреч. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.